Напомню, что сигмоида это следующая функция 1, делить на 1 плюс e в степени минус y, если y это аргумент сигмоида. Рассмотрим эту функцию активации и в первую очередь посмотрим, какая у нее производная. Производная у сигмоиды будет следующая. Если аккуратно все это посчитать, мы получим вот такую формулу минус e в степени минус y умножить на минус единица делить на 1 плюс e в степени минус y в квадрате. Я думаю, что всем очевидно, что эту формулу можно немножко упростить, немножко переписать. И вот перепишем ее вот таким образом, где вот это это сигмоида, а вот это получается 1 минус сигма. Таким образом у нас получается, что производные сигмоиды это сигмоида умножить на 1 минус сигмоида. Теперь подумаем, какую функцию потерь выбрать для вот такой задачи бинарной классификации кот или пес. Возьмем для начала функцию ошибки средний квадрат ошибки, то есть mse. Как выглядит у нас средний квадрат ошибки? Это вот такая функция потерь, где сигма от y это у нас выход из нашей нейронной сети, а t это таргетное значение, целевое значение, которое принимает значение 0, когда у нас на картинке находится пес, и 1, когда на картинке находится кот. Вот. Рассмотрим производную средней квадратичной функции потерь. Здесь я должен отметить, что то, что здесь записано, это средней квадратичная функция потерь для одного примера. А для того, чтобы получить общую функцию потерь для всех примеров, нужно просто усреднить вот эту вот функцию потерь. Итак, возьмем производную средней квадратичной ошибки. Что у нас получится? У нас получится следующее. Двойка умножить на то, что было в скобках, умножить на производную сигмоиды. Чему будет равно это выражение? Раскроем производную сигмоиды, и тогда получим следующее. Двойка умножить на сигмоида минус t умножить на сигмоиду и единица минус сигма. Здесь есть очень большая проблема у получившейся производной, которая называется паралич сигмоидной нейронной сети. Проблема заключается в следующем. Даже если у вас большое значение ошибки, сигма минус t в квадрате, ну и, соответственно, достаточно большое значение сигма минус t, вот этого значения, все равно возможна ситуация, когда производная будет равняться нулю. Соответственно, если мы будем учить такую нейронную сеть при помощи градиентного спуска, то у нас ничегошеньки не получится. А в чем же дело? Дело в том, что эта функция ошибки состоит из трех компонент. Одна из компонент это отклонение от таргетного значения, а еще две компоненты не зависят от этого отклонения и вполне себе могут зануляться. То есть при очень маленьких значениях y, вот эта сигмоида будет практически нулевой, и тогда вся производная будет равна практически нулю. В то же время, если же y это будет очень большое положительное значение, то единица минус сигма будет стремиться к нулю, и тогда у нас опять же производная будет практически ноль. Производная функция потерь. Мы здесь пришли к тому, что это не очень хорошая идея использовать среднеквадратичное отклонение в качестве функции потерь вместе с сигмоидной функцией активации на последнем слое. Продолжение следует...